Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемые зрители телеканала Россия! На календаре 27 августа, и это не просто завершающая суббота месяца. Лето заканчивается практически сегодня. И я надеюсь, что это утро таким же веселым, добрым, позитивным и интересным сделает наш утренний гость. Большинство из вас, пожалуй, знают его как известного автора, исполнителя современной музыки, песен, которые зажигают все концертные площадки Северного Кавказа. Но сегодня я раскрою его по-новому. Итак, знакомьтесь, Шарвани Мурдалов сегодня гость нашей утренней студии. Привет! Привет! Я очень рада тебя видеть, очень рада вот такому близкому с тобой знакомству. И ты знаешь, ведь сегодня 27 августа, сегодня день... День российского кино! День российского кино! И я тебя сегодня хочу представить, позиционировать, как уже довольно опытного, не только актера, уж актерскому мастерству. Как-то ты уже научился, мы тебя потрясающе видели твои работы, да. Спасибо. Представлю тебя сегодня как режиссер. И поговорим сегодня о кино. Давай. Знаешь, совсем недавно на канале «Культура» я увидела программу, посвященную потрясающему режиссеру Георгию Данелия. Речь шла о том, как родилась его знаменитая картина «Я шагаю по Москве» с Никитой Михалковым в главной роли. Если ты помнишь, режиссером, значит, был Георгий Данелия, автором сценария был сценарист Геннадий Шпаликов. Вообще, как родилась картина? Приходит, значит, Шпаликов к Данелия и говорит, а давай кино снимем. Тот говорит, ну, давай, хорошо, у тебя есть идеи, есть сценарий. Он говорит, нет, но я вот вижу, как в московские улицы идет классный такой сильный летний дождь, по лужам босая идет красивая девушка, а за ней на велосипеде едет парень и держит на дне зонтик. Данелия говорит, классно, а дальше что? Шпаликов говорит, ну, дальше придумай ты, ты же режиссер. Вот так родилась. Пока, оказывается, даже у гениальных режиссеров рождаются именно так. Я думал, мы тут это сначала начинаем, а потом продолжаем. Слушай, я поэтому хочу тебя в первую очередь спросить, ну, как ты пришел в кинематограф, да, любительский пока еще, как получилось, что ты вот проникся в такой идее создавать свое авторское кино? Ну, как рождаются такие идеи у мальчишек? Они сначала формируются в образе каких-то мечтаний. Ну, если быть кратким, затем становишься львом и идешь к своей цели, на пролом, всему наперекор. Ну, конечно, при этом не создавая никаких неудобств окружающим. Это была детская мечта? Ну, конечно, да. И сниматься, и снимать кино? И сниматься, и снимать кино, и писать, и петь. Некоторые сюжеты из моих фильмов, они из далекого детства. Правда? Да. И когда я воплощал на экране тот или иной эпизод, я вспоминал, как я маленький пастушок сидел со своими овцами на поле и знал, как я это буду делать. Здорово. Какой я молодец. Ты классный. Я посмотрела несколько твоих работ, и мне показалось, я не буду давать оценку, я не эксперт, но мне показалось, знаешь, что во всех твоих киноработах прослеживается главная идея, главная мысль. Это главное чувство, которое всех нас держит на земле, это любовь, это взаимоотношения между мужчиной и женщиной, это сохранение тех семейных ценностей, традиций, которые сегодня мы очень стараемся сохранить. Ну, вот у нас в регионе, на нашем любимом Кавказе. Это сохранение того доброго и того настоящего, что мы впитали от своих предков. Да. Мне правильно показалось? Все абсолютно верно. И более того, мы сейчас живем в такое время, ну, когда, как сказал один мой друг, поэт, писатель, и он при своем юном возрасте, мне кажется, он очень мудр, мы попали в какое-то время мужественных женщин и женственных мужчин. Как правильно! И, значит, какие-то женские капризы мужчины воспринимают как предлог, чтобы разбежаться, обидеться, заблокировать. Ну, это ж смешно даже. Ну, что есть такого, что женщине нельзя простить? Вот из фильма «Упавшая с неба». Наша героиня истеричка. Ужасная! Да. Она, значит, такой собирательный образ девушек, женщин. Ну, мы вас за это и любим. И готовы вам простить почти все. И как-то к этому нужно относиться, вот именно так, как отнесся наш герой. Ну, давай не будем томить наших зрителей и покажем сейчас фрагмент, ну, наездочку этого фильма. Хорошо? Ладно. Давайте смотреть. Я от тебя ухожу. А в который раз уже? В шестой? Седьмой? Нет. Только в пятый. Ам... Юбилейный. Надо отметить. Слышь, ты! Это не мои духи! Духи! Которую подарила твоей маме. Кстати, как она там? У нее все хорошо? Тепло, тепло, рядом с тобой. Здесь мы с тобой познакомились. Наверное, это самое лучшее место, чтобы подвести итог наших отношений. Русик, ну давай поговорим. А менее крикливой, нет? И много вам приходится таких новичков спасать? Ну, к счастью, не часто. А еще реже не падают мне сами в руки. Ну, рад, что у вас все нормально. Русик. Вася. Василина. Это женское русское старинное имя. Моя профессия научила меня быть прямым. И я скажу прямо. Я люблю тебя, Вася. Я представил себе эту нашу с тобой жизнь. Полную твоих истерик по поводу и без. Полную твоих взрывов с порохом и без. И все это будет продолжаться до тех пор, пока мы будем вместе. Поэтому ты меня бросаешь? Ну, ты вообще ненормальная. Если бы я тебе тогда дал упасть, ты была бы еще дерганей. Как можно бросить такое сокровище, которое к тебе души не чает? «Упавшая с неба». Картина, которая заочно стала участником, лауреатом международного фестиваля, который весной следующего года пройдет в Чубаксарах. Я открыла тайну. Но это уже не секрет, потому что мой очень близкий, хороший друг, режиссер, председатель первой национальной кинокомпании «Чувашфильм» Юрий Николаевич Спиридонов влюбился в этот фильм. И он мне сказал, я сам буду заполнять аткеты, ходить, всем вот так вот показывать. И ты будешь весной будущего года здесь. Ну, конечно, если все пойдет намеченным путем, можно сказать, что очередная высота взята. Ну, до весны еще далеко. Посмотрим. Знаешь, что меня радует? Вообще, последние годы в Карачаево-Черкесии, как, в общем-то, в регионе достаточно маленьком по сравнению с другими, да, даже с северокавказскими регионами, у нас ведь стало развиваться авторское кино. Наши ребята настолько вот поймали эту волну, настолько стали сделать классные работы, в том числе на родных языках народов республики. Ну, мне кажется, это такой, ну, знаковый такой вот факт в нашей жизни, что мы не стоим на месте и развивать наше кино мы будем. Каково твое мнение? На самом деле это все немножко иначе. Дело в том, что Карачаево-Черкесия, как и практически все регионы нашей большой страны, прямо наполнена талантами. Людьми, которые любят кино, любят что-то создавать. Нельзя сказать, что мы пока впереди всех, так как с каждым днем, не годом, с каждым днем армия энтузиастов у нас в Карачаево-Черкесии пополняется. Мы сделаем большой прорыв. Что интересно, нет куда без добра. Сегодня мы все, наверное, повернемся к тому кино, от которого мы, ну, так негласно отказались. От хорошего российского, еще советского даже кино. Советского кино. И сегодня государство делает такие вложения, такие вливания в развитие российского кинематографа, что не оправдает надежд всего народа. Мы не должны, мы не можем позволить себе. У нас, как говорят англичане, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Мы не настолько богаты, чтобы снимать плохое кино. И, наверное, как ты говоришь, посредством кино мы должны сохранять все самое ценное, что еще мы можем сохранить в нашей России, в наших регионах, на нашем Кавказе. Вот каким видится тебе развитие, ну, вот в таком большом, широком масштабе кино? Ну, не обойдется здесь без ложки дегтя. Дело в том, что последние десятилетия наши отечественные режиссеры снимали такие фильмы, в основном такие политнаправляющие, наверное, если это правильное выражение. И в этих фильмах, к моему сожалению, персонаж, которого зовут Ахмед или Махмуд, обязательно бандит. И я не согласен с такой позицией, что олицетворение зла должно происходить путем очернения какого-нибудь народа. Любовь к земле, любовь к родине, любовь к отечеству можно показать и во взаимоотношениях нас с вами, простых людей. Как мы относимся к нашему дому, к нашему заборчику, к нашей калитке. И не обязательно делать какие-то дорогостоящие спецэффекты. Какие-то... Мы от них устали. Устали, и они недейственны. Поэтому мы любим фильмы. В бой идут одни старики, офицеры. Офицеры, мой любимый. Да. Вот представляете силу этого искусства и талант этих режиссеров, когда мы с вами спустя уже десятилетия все еще любим наш Советский Союз. Я абсолютно. Я подписываюсь под каждым твоим словом. Под каждым словом. Потому что те фильмы, о которых ты говоришь, их можно не смотреть, их можно слушать. Вот закрываешь глаза и просто слушаешь фильм. А картинка сама собой уже нарисовывается. Нарисовывается. Правда? Да. И даже такой с виду суровый мужчина, как я, пересматриваю твои фильмы, замечаю, что... Скупая мужская слеза скатывается по твоей щеке. Вот в предварительном знакомстве с тобой ты назвал себя прикубанцем. Почему? Хороший вопрос. Значит, я люблю это повторять при каждом удобном случае, что 20 лет назад я приехал в Карачаево-Черкесию, и она же стала моей второй родиной. И прикубанский район дал мне возможность проявить себя как артиста, как режиссера. И все плоды, которые даст Бог, я буду собирать, я буду отдавать прикубанскому району и Карачаево-Черкесии. Спасибо тебе! Спасибо тебе, многодетный отец! Спасибо тебе за... Ну-ну-ну-ну-ну, дедушка я! Спасибо тебе, дедушка, за то, что ты сделал это утро вместе со мной таким классным, таким интересным, я надеюсь, позитивным, и мы с тобой заразили наших зрителей на два предстоящих выходных дня хорошим настроением. Спасибо! Спасибо всем! Всем желаю очень хорошей, такой запоминающейся, яркой предстоящей осени! Спасибо! Спасибо, я прощаюсь с тобой, дорогие друзья! Вам напоминаю, что сегодня гостем нашей студии был певец, композитор, автор песен и замечательный актер и режиссер Шервани Мурдалов. Ну, а ближайшие выходные я по традиции желаю вам провести так, чтобы в понедельник вам непременно было о чем рассказать. До свидания!